Виктория Лукьянова. Стеклянное чувство. И как долго это будет продолжаться? Столько, сколько потребуется. Дай мне время. Я и подумать не могла, что мой маленький счастливый мир будет разрушен в один миг. Муж изменил мне, предал нас, уничтожил все, что мы так долго и тщательно строили. Теперь мы живем в разных квартирах, но скрываем от самых близких то, что наша семья едва ли не рассыпается на осколки. Мне нужно время, чтобы решить, готова ли я простить предательство или пора двигаться дальше. Но смогу ли я принять верное решение, не разрушив самое дорогое, что у меня еще осталось? Виктория Лукьянова. Стеклянные чувства. Глава первая. Лидия Дмитриевна, вы, как всегда, превзошли саму себя. «Ой, Гриш, не смущай. Но я честен», — с пылом сказал Григорий, которого теща ласково называла Гриша, и поцеловал протянутую руку женщины, которая была чуточку за пятьдесят. На самом деле матери было уже пятьдесят девять, и я прекрасно помнила первое правило, которому придерживалась матушка. Не говорить о возрасте. Второе правило, которое также нельзя было нарушать, — это приезжать раз в месяц на ужин с семьей. За семь лет брака с Григорием я ни разу не пропустила семейного ужина. Хотя именно сегодня отдала бы все на свете, только бы оказаться подальше от своей семьи. Но вынужденно продолжала играть роль замечательной дочери и ласковой жены, наблюдая за тем, как муж едва ли не пел дифирамбы любимой тещи, и как та с легким румянцем на щеках принимала каждое слово как должное. Этот обмен любезностями начался еще час назад и никак не мог закончиться, и я чувствовала, что вот-вот готова взорваться. Если они, наконец, не закроют свои рты, то... Спрятав руки под столом, силой вонзила длинные ногти в ладошки, оставляя на светлой коже ярко-красные отметины в виде полумесяцев. Гнев не ушел, но больно короткое время вытеснила из моей головы дурные мысли. «Лучше скажи мне, Гриш, как у вас там на работе? Мариша рассказывала, что в последнее время у вас там просто аврал. Что-то серьезное случилось?» Я напряглась, потому что прекрасно понимала, что мать ступила на хрупкий лед. Ведь мне пришлось обманывать родительницу, лишь бы уберечь себя от лишних вопросов. Впрочем, мой муж был предупрежден и вооружен, улыбнувшись той самой сногсшибательной улыбкой, перед которой теща едва ли могла устоять, и, изобразив на лице игривое недовольство, произнес. «Все как обычно. Кто-то косячит, а потом вся компания исправляет. А так ничего серьезного, из-за чего стоило бы переживать». Мать театрально прижала руки к груди. «Ну и замечательно! А то я переживаю, места себе не нахожу. Вдруг что случится? А вы не будете готовы? Вон сына моей подруги Светланы Воронцовой сократили. Компания сейчас банкротство запустила, а у Феди ведь ипотека, жена с маленькими детьми дома сидит. Ох, времена нынче неспокойные». Я мысленно выдохнула, но напряжение не покидала. Она, наоборот, подстегивала выдать какую-нибудь колкость. «Нет, у нас все спокойно в этом плане», — отозвался Григорий, продолжая с наслаждением уминать запеченную с овощами рыбу. Я тоже пыталась поесть, но в последнее время у меня не было аппетита, и даже фирменные и действительно идеальные блюда матери не помогли побороть чувство отвращения. К горлу подступил комок, из-за которого меня стало подташнивать. Чтобы не привлекать лишнего внимания, я поправила салфетку, лежащую на коленях, и вновь приступила к еде. Точнее говоря, постаралась изобразить аппетит, с трудом проталкивая каждый кусочек еды в горло. А чтобы овощи, которые я тщательно прожевывала, не полезли обратно, пришлось часто пить воду. И вот, спустя десять минут бесполезной до зубовного скрежета болтовни, которой занимались мать и Гриша, мой мочевой пузырь заставил, извинившись, отправиться в туалет. Я оглянулась, когда выходила из комнаты и успела поймать на себе задумчивый взгляд мужа, но тот умел притворяться. Я же только училась. Войдя в ванную комнату, прикрыла за собой дверь и щелкнула замком. Хотя для этого не было причин, но так я чувствовала себя в безопасности. Сделав дела, приблизилась к раковине и открыла кран. Холодная вода отрезвляла. Я хотела умыться, избавиться от идеального макияжа, провести мокрыми ладонями по бледным щекам, вонзить пальцы в темно-каштановые локоны, дернуть себя за волосы, чтобы заставить почувствовать что-то еще, кроме боли и обиды. Но застыв на месте, продолжала наблюдать за собственным отражением в аккуратном овальном зеркале и чувствовала, как пальцы немеют от холодной воды. «Все будет хорошо», — прошептала себе, закрывая кран. Вновь взглянула в зеркало, натянута улыбнулась и, подмигнув, вышла из ванной комнаты. В гостиную, где мы обычно ужинали всей семьей, возвращалась с той самой улыбкой. Обманчивой улыбкой, которая вполне могла убедить мою мать, что все в порядке, но точно ничего не скрывала от задумчивого взгляда мужа. Но мама была слишком увлечена разговором с любимым зятем, что не обратила на меня внимания. Как и Григорий, который о чем-то безустанно рассказывал, полностью очаровав тещу. Когда-то на эти же уловки легко клевала и я, но жизнь научила меня снимать розовые очки и смотреть правде в глаза. «Ох, жаль, что Маккар с Женей не приехали», — сокрушалась мать, когда мы засобирались домой. Я только успела выдохнуть, решив, что вечер в принципе прошел без осложнений, как матушка тут же вспомнила о сыне и его невесте. «Мам, не начинай», — поспешно вмешалась, пожалуй, даже слишком. Пришлось себя одернуть и сменить тон, с которым я могла попасть в просаг и выдать свои истинные эмоции. «Ты же знаешь, что они ждали этот отпуск. Вернуться через неделю. Думаю, они только обрадуются, если ты их позовешь на ужин и чем-нибудь вкусным порадуешь». Мой младший братец был из тех, кто все-таки донарушает правила. Редко, но метко, как я часто повторяла про себя, пытаясь прикрыть брата. Отпуск, в который тот сорвался со своей невестой, был запланированный, но матери они сказали об этом в последний момент и поэтому пропустили ежемесячный обязательный ужин. Еще одна маленькая проблема, с которой мне пришлось справляться, наплевав на собственные чувства.